Однажды ко мне на кафедре сказали, что поменялся стандарт и ввели дисциплину в историю кино. И на кафедре решался вопрос, кто будет вести. Я говорю, давайте я попробую. И в общем попробовала. Наверное, я принадлежу к тем людям, которые никак не могли определиться, потому что, наверное, всеми все интересно. И я любила кино с детства. И мое детство прошло в Новосибирске. Рядом с моим домом был Большой дворец культуры имени Чикавова. И я всегда успевала до школы сходить в кино обязательно. И мне это очень нравилось. Теперь ты понимаешь, что это была какая-то форма эскапизма, какой-то уход от реальности. Но мне это безумно нравилось. Я не знала, где взять фильмы. Где возьмешь фильмы в Тюмени? И вы знаете, парадокс в том, что про многих режиссеров и про многие фильмы я сначала прочитала, а потом я их увидела. В 1903 году я начала читать историю кино. Ее было так много, потому что практически все студенты изучали, и туристы изучали, и менеджеры культуры, и режиссеры изучали. И я сейчас вспоминаю, как я там была в первой моей лекции, потому что, вы не представляете, не было проекторов в институции. Мне пришлось купить огромное количество видеокассет. То есть пока забылись видеокассеты. У меня даже остались самые мои любимые лицензионные видеокассеты с той поры. Я с графики «Третий курс». Наталья Павловна ведет у нас историю кино. История кино? Мы ведем много знаний по истории кино. Порой история создания фильма, она даже интереснее, чем сам фильм. И интересно узнавать какие-то факты с съемочной площадки. Придя на этот предмет, ты начинаешь понимать, почему большинство кинолент, которые идут в кинотеатре, плохие. Почему тебе не нравится их смотреть. То есть ты уже начинаешь разделять хорошее кино и плохое. И ты можешь аргументировать, почему именно оно является таким. Больше всего мне запомнились киномьюзиклы, потому что на самом деле очень долгое время я относилась к ним с пренебрежением, с какой-то такой насмешкой. И только недавно я поняла, как я сильно ошибалась. Вот. И как я только первый год провела, я поняла, что этого мало, потому что ты ничего не успеваешь на лекции. И тогда у нас на кафедре мы решили создать киноклуб. У нас были очень сильные студенты-культурологи. Они составили ядро киноклуба. И вот так в 2003 году, в конце учебного года, 2002-2003, у нас появился киноклуб. Конечно, была вкусовщина моя и моих любимых студентов. Первый фильм, который мы показали в нашем киноклубе, это был фильм Франсуазона «Восемь женщин». Он тогда как раз на Берлинском фестивале зарывал массу призов. Его перевели на русский язык. И вот. Знаете, как мы, в общем, чего показывали? Потому что у меня был видеомагнитофон, он подключался к проектору. А вообще киноклуб начинался с того, что мне выдали видеодвойку. Ну, достаточно большой телевизор с большим экраном. Но кассеты нужно было где-то тестовать. Тогда были видеосалоны. И я, в общем-то, во всех видеосалонах было записано в городе Тюмени. И я брала на прокат эти видеокассеты для киноклуба. Тогда, ну, выбор был действительно шикарный. Я слышала о киноклубе. Это очень здорово, потому что кино нужно смотреть с большого экрана. С ноутбука или со смартфона ты не воспримешь это настолько, насколько оно глобально и здорово. И здорово то, что можно обсудить это с людьми, которые заинтересованы в этом. Да, киноклуб очень здорово, что многие могут пойти посмотреть кино. Тем более такое интересное, порой авторское. И развиваться. Но мы туда не ходим. Слышала, но не ходила. Не ходила, потому что мне и так хватает занятий. Да, я была на киноклубе. Последний фильм, который я посмотрела о Редме. И мне он прям очень понравился. Что он настолько жизненный, что прям хочется людям посоветовать. Чтобы приходили в киноклуб, смотрели фильмы, обсуждали их. Обсуждали, что... Высказывали свое мнение по поводу фильма. Нравится, не нравится. Если не нравится, то почему? Если нравится, то почему? На пару по истории кино ходит очень много людей из группы. Это одна из пар, которую люди не пропускают. Киноклуб пользовался бешеной популярностью. Вот представьте, вот эта гигантская аудитория сбивалась. Там было 150-200 человек. Приходило на киноклуб. Такие были дискуссии. Вот почему я узнаю всех журналистов в городе, гляжусь с ними. Потому что все они прошли через мой киноклуб. Они впервые увидели именно эти фильмы в Тюмени. Потому что это был единственный киноклуб. Потом после нашего киноклуба стали возникать, как вот, грибы после дождя расти. Киноклубы. Но, знаете, они все работали год-два, в лучшем случае. И тихонечко умирали. В пятницу, в 5.30, это мое законное время. Хорошо пообщаться с умными людьми. Получаешь удовольствие после просмотров вот этих фильмов. А особенно Наталья Павловна Тасс. Она вообще молодец в этом плане. Нас уму-разуму учит. Много чего мы не знаем. Почему надо ходить в киноклуб, чтобы закалять дух? В пятницу это, да, действительно симпатичный день, когда можно посмотреть какое-то кино, не то, которое идет. Вот кинотеатр. Очень интересные программы. Программы разные. Да все смотреть, что показывают. Даже смотреть то, что не нравится смотреть. Фильмы про Ленина, про Горького. Терпеть, но смотреть. Чтобы все-таки как-то обеспечить легитимность показов, я все-таки покупаю DVD и Blu-ray диски. Это достаточно дорого. Хотя, конечно, я понимаю, что мне много раз эти звонили из продюсерских компаний, того или иного режиссера, спрашивали, почему я показываю публичные показы устраивания. Я начинаю объяснять, что у нас культурно-образовательный проект, что мы не зарабатываем денег. Но вы знаете, что на каждом диске написано, что он предназначен для домашнего просмотра. И я, конечно, обращалась. У меня много друзей среди юристов. И они мне там положение киноклуба составили, чтобы обойти вот эти острые стороны. Когда мне звонили из Москвы, говорили. Мы представляем продюсерский центр Андрона Михалкова-Кончаловского. Вот у вас киноклуб, и вы показываете там Дом дураков. Вот я вам объясняю, что... А еще мне звонили из продюсерского центра Такеши Китана. Представите, Такеши Китана в Москве. То, что я два раза показывала куклы в свой любимый фильм Китана. Ну, то есть, всякое было. И вот чтобы как-то обойти это все, вот, значит, у меня составлено очень профессиональное, с юридической точки зрения, положение киноклуба. И еще я придумала сама такую фишку. Я теперь стала называть не программой, а просто программой лектории. Вот. Ну, действительно, я же не просто вот провожу эти... То есть, тупительное слово, обсуждение. По сути, я читаю лекцию. И кто там проверит фрагмент, я показываю с фильма «Лица-нфин-телефон». Мне запомнился броненосец «Потемкин» и вообще много чего помню. Последнее, что я посмотрела, это «Хиросима. Моя любовь». Мне нравятся японские аниматоры. Мне нравятся развлекательные фильмы прошедшего эпоха Чарли Чаплина и его сторонников, скажем так. Ну, из современных – «Люк Бессон». Значит, ты и красавчик. Очень много вещей передовых открыл, которые до сих пор актуальны. Ими пользуются мастера кинематографа. У меня есть еще отдельный список. Там все расписано. Когда-нибудь я за него возьмусь. Я смотрю фильмы, которые мне говорят посмотреть, да, на фарах. Ну, кино в кинотеатрах, оно мейнстримное и часто преследует какой-то коммерческий успех. Больше, чем... Ну, они не борются за какую-то идейную часть. А вот, например, «Дэдпул-1» вышел. Классный, всем понравилось. Снимем «Дэдпул-2». Неважно, какой он будет, они на него войдут, потому что первая часть зашла. То есть очень была насыщенная жизнь. Но потом, конечно, времена изменились. Ушла эпоха видео. Пришли... Пришел интернет. И, конечно, вот киноклуб стал более камерным таким. Но уже в 2008 году я поняла, что киноклуба мало, поэтому я придумала кинофестиваль. Ну, и вот так, значит, появился фестиваль кинза документального кино. Кинзу надо читать наоборот. За кино. Кино, я считаю, что все должны смотреть кино, которое им хочется смотреть. Вот Рома Шишкин хорошо сказал. Когда я в субботу шла, мы с Сорокиной шли в синема парка после двух фильмов. Мы встретили Рому. Рома, ты куда? Я пошел билеты покупать. Я говорю, на «Мстители». Да. Говорю, Ром, скажи, почему ты смотришь «Мстители»? Мне интересно просто. Объясни мне. Ты умный человек. Вот ты на пятом курсе кафедры. Ты изучал пять лет историю искусства, историю кино, историю... «Почему ты пошел смотреть не «Остров собак», а «Мстителей»?» Она меня посмотрела и сказала, потому что мне это нравится. Субтитры делал DimaTorzok